Всем привет, меня зовут Даша и это Моавави-влог, канал о том, как делать классные видосы. Сегодня я расскажу, зачем роликам на ютубе нужны превью картинки и как их сделать. Но прежде советую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видео. Погнали! Что вы видите, когда заходите на ютуб? Кучу разных видео. Однако в этом многообразии и превьюшки известных каналов видно сразу. Как это работает? У меня взгляд цепляется за знакомые образы. Цвета, шрифты, лица. Все крупные ютуб-каналы, без исключения, стремятся сделать свои превью картинки в едином узнаваемом стиле. Во-первых, чтобы подписчики моментально узнавали их контент по одной только картинке. Во-вторых, чтобы выделиться среди кучи чужих видео и привлечь внимание новых подписчиков. Кстати, напишите в комментариях, какие каналы вы любите смотреть больше всего и чьи превьюшки никогда не пропускаете в рекомендованных. Смотрите этот выпуск дальше, и вы узнаете, что общего у превьюшек большинства каналов и что обязательно должно быть на вашей превью. А затем я расскажу о двух способах, как эти самые превью сделать. У каждой ниши на ютубе свои негласные тренды, и чаще всего их довольно просто объяснить. Например, бьюти-блогеры ставят на превью свои лица в макияже, если это видео-тюториал, или фотографируются с косметикой в руках, если это обзор. А вот среди тревел-влогов чаще всего можно встретить превью с красивыми видами мест, про которые рассказываются в видео, или самим блогерам на фоне этих красивых мест. Что общего между двумя этими нишами? И тут, и там вы можете сразу увидеть самое интересное или самое красивое, что будет в этом ролике. И еще до того, как кликнули, понимаете, надо ли вам вообще на это смотреть. Если обратить внимание на превью блогеров из других сфер, то можно заметить еще несколько закономерностей. На превью обычно присутствует автор или ведущий канала, но не всегда. А изображения выполнены плюс-минус в одном стиле. На каждой превьюшке есть заголовок. Чаще всего это название ролика или его часть. Также это может быть кликбейтная фразочка, та, из-за которой так и хочется сразу кликнуть на ролик. Заметьте, что заголовок на превью хорошо работает для привлечения внимания, а вот название видео уже в большей степени раскрывает тему ролика. Впрочем, бывают исключения, и заголовка может вообще не быть, если блогер решил, что картинка сама по себе весьма заметная. Так, основные черты выяснили. Если у вас уже есть свой ютуб-канал, сравните со своими превьюшками. Устроим превью бинго? Напишите в комментариях, сколько пунктов совпало у вас. Ваше лицо на превьюшке, короткий, но понятный заголовок, единый и узнаваемый стиль у всех превью картинок, яркие цвета, фон за вами поддерживает тематику ролика. Ну как? Есть совпадения с вашими превью картинками? Только не подумайте, что все эти условия обязательны, это просто наше наблюдение. Но если вы хотите делать собственные превью к видео, как у популярных блогеров, тогда продолжайте смотреть. Для начала попробуем воспользоваться только видеоредактором Movavi. Да, именно видеоредактором. Он достаточно универсален, поэтому даже превью картинку можно сделать прямо в нем. В проекте с готовым роликом выберите кадр, который хотите сделать превьюшкой. Сделайте стоп-кадр с помощью Ctrl-E или ткните правой кнопкой мыши для вызова меню, и уже там выберите сделать стоп-кадр. После этого можно кадрировать изображение с помощью инструмента кадрирования. Все-таки превьюшка на странице ютуба будет гораздо меньше реального размера, и потому лицо должно быть хорошо видно. А теперь можно пуститься во все тяжкие. Добавим титр, который станет заголовком на превью. Можно выбрать совсем обычный титр, а можно выбрать что-нибудь из огромного количества дополнительных титров из магазина эффектов Movavi. Но сильно увлекаться тоже не советую, ведь заголовок должен быть читаемым. Помните, мы делали интро со мной и аутро с Ромой? Тогда мы пользовались пакетом эффектов Lifestyle Block. Останемся в одной тематике и выберем титры из того же пакета. Пишем крупными буквами короткий заголовок. Да, он не описывает всю суть происходящего в ролике, но, как мы говорили ранее, для этого есть название ролика под видео и описание. А в заголовке достаточно только намекнуть на тему и привлечь внимание. Добавим немного стикеров. Уже неплохо, но кажется, как будто чего-то не хватает. Добавим еще один небольшой титр вот сюда, чтобы завершить композицию. Сохраняем видео, открываем в любом проигрывателе и делаем скриншот. Можно пользоваться одним и тем же пакетом эффектов все время, а по праздникам использовать тематические титры или менять оформление раз в сезон. Двигаемся дальше. Для следующего варианта превьюшки лучше сфотографироваться заранее, но вырезать топ-кадр из видео тоже подойдет. Открываем изображение в фоторедакторе Movavi. Для начала кадрируем изображение с помощью инструмента обрезка. Переходим к замене фона. Вот здесь, сразу после обрезки. Воспользуемся кистью. Для начала парой штрихов зеленой кисти плюс обозначим ту часть изображения, которую хотим оставить. А теперь красный отметим фон, от которого хотим избавиться. Упс. Немного не точно вышло, но абсолютно все можно поправить теми же штрихами. Получилось! Жмем далее. Следующий шаг – уточнение краев. На этом этапе можно поправить края, например, сделать контур более мягким. Справились! Жмем далее. Теперь нужно выбрать фон, на который перенесем изображение. Можно выбрать однотонный фон или взять что-то из встроенной коллекции фоторедактора. Это если вы не подготовили фон заранее и не припрятали его где-то у себя на компьютере. Потому что с компьютера вы тоже можете подгрузить любой фон. Выбрали. Выглядит уже здорово. Нажимаем применить. Пора добавить заголовок. Для этого используем инструмент текст. Жмем добавить надпись. Вводим текст. А теперь можно изменить шрифт, добавить обводку, изменить цвет и размер текста. Даже добавить причудливый наклон. Но напоминаю, что увлекаться не стоит. Превьюшка должна, конечно, привлекать внимание, но лучше, если еще и текст на ней будет читабельным. Добавим к тексту подложку из вкладки оформления. Мне нравится вот это. Цвет можно выбрать любой из палитры. Или применить пипетку и использовать один из цветов на фоне. Готово? Как-то пусто получилось. И грустно. Ничего не понятно, и кликать я бы на такое превью не стала. Может добавить картинок, которые прояснят тему видео. Хорошо, если картинки будут с прозрачным фоном. Но не обязательно. При необходимости можно добавить обводку для каждого изображения на превьюшке. Вот теперь точно готово. Нажимаем «Сохранить». Обратите внимание на параметры выходного файла. YouTube советует использовать изображение с разрешением 1280х720 в формате JPEG, JIF, GMP или PNG с размером не больше 2 Мб. Как видите, у нас получилось тяжелее. Выбираем формат JPEG и тянем бегунок. Удобно, что можно до сохранения файла узнать его будущий вес. Вот теперь YouTube не будет против. Сохранить. Конечно, вариантов превью картинок существует огромное количество. Я рекомендую учиться у других, но не копировать. Ищите свой стиль. Меняйтесь и не бойтесь экспериментов. Через это проходят абсолютно все влогеры. Не забудьте поставить лайк этому выпуску и подписаться на наш канал, если еще не подписаны. А, ну и на колокольчик нажмите, а то все пропустите. А впереди столько всего интересного. Ну все, пока-пока. Можно пользоваться пакетом эффектов все время. А по праздникам... Тише, тише, не двигайся.